Кто тыкву в пищу принимает, тот быстрее подрастает. Праздник тыквы впервые проходит в помещении. Непогода внесла свою лепту в сценарий фестиваля. Он закрывает сезон сбора урожая в Камызякском районе. Тыкву последние убирают с полей. Вообще я сама работаю на даче, выращиваю эту тыкву. И тыкву люблю, везде ее употребляю. И в ухе, и в мясном супе. Кролики – это не только ценный мех, но еще и 2, то и 3 килограмма диетического мяса. Говоря все тем же самым юмористическим языком о тыкве, можно сказать, что это не только бахчевая культура, но еще и материал для приготовления всевозможных блюд. Сегодня пирогами и оладьями из тыквы уже никого не удивишь. В тренде манты и даже мармелад из тыквы. 300 грамм тыквы, полстакана сахара, пол чайной ложки лимонной кислоты и сахарная пудра. Все перемешать и получится вкуснейший мармелад. На время фестиваля Камызякский актовый зал превращается в большое оранжевое пространство. Преподаватели школ, ученики, их родители сегодня принесли из своих домов, кажется, все, что так или иначе связано с тыквой. Нечто подобное наблюдается ежегодно в немецком городе Людвигсбурге, только в гораздо больших масштабах. Фермеры со всей Европы хвалятся размерами выращенных плодов. Народные умельцы выставляют тыквенные подделки. Все это идет на продажу. Можно купить, 5 евро стоит. Немецкие песни со словами о продаже рыбы, пожалуй, единственное, что сближает Камызякский фестиваль с его европейским аналогом. Здесь нет плодов размеров с тонну, зато есть еда, причем абсолютно бесплатная. А это крышечка у нас, так вот все, все, мальчик, иди кушай. И всех угощай. Сазан у нас был фаршированный тыквой. Быстро растерпанили сазану, осталась одна вот головочка. На дне тыквы накормили почти 500 человек. Ингредиенты для пирос горой поставили местные фермеры. Примерно каждый четвертый от общего числа земледельцев района. Порядка, наверное, 20% общего урожая овощных занимает тыква. Может быть, будем поставлять в другие регионы, потому что у нас она замечательно растет. Применение тыкви, начиная со времен ацтеков, в мире придумали немало. Но такого разнообразия кулинарных рецептов, что представили на фестивале в Камызяке, пожалуй, больше не найти. Артем Лепехин, Вадим Матасов, Центр новостей.